Расстрел журналистов в редакции французского сатирического журнала Шарли Эбдо стал катализатором давних проблем современной Европы. Теперь во многих странах опасаются противодействия, взрыва антиисламских настроений. Сдержать уже растущую волну пытаются лидеры ЕС. Сегодня главы Франции и Германии однозначно высказались за общеевропейские ценности и уважение ко всем конфессиям. Европа остается свободной и демократичной, подчеркнули Ангела Меркель и Франсуа Алант. Ко мне в студии присоединяется политический обозреватель Мария Гордон. Здравствуйте, Мария. Почему европейские лидеры решили выступить в защиту мусульман именно сегодня? Здравствуйте, Лиза. Они это делают именно потому, что они европейцы. Сейчас модно говорить о конфликте цивилизаций, о том, что мягкотелому Западу необходимо быть жестче и защищать свои ценности от, извините за вульгарное словечко, понаехавших. С одной стороны, такую точку зрения легко аргументировать. В чужой монастырь со своим шариатом не ходят. Поэтому у большой части европейского общества желание выходцев из мусульманских стран жить по своим законам, строить мечети, облачаться в традиционную одежду вызывает инстинктивный протест. Однако инстинкт – опасная штука. Преследовать инакомыслящих и инаковерующих так и до нацизма недалеко. И именно об этом говорит сейчас популярность, которую набирают сторонники правых сил в Европе. Партия Марин Ле Пен во Франции и движение Пегида в Германии. Оно еще до кровавой трагедии в Париже подняло голос против эмигрантов. Германия в силу ее недавней истории ушиблена памятью о фашизме. В этой стране ксенофобия вытравливалась десятилетиями. Однако у памяти есть срок давности. Патриотичные европейцы против исламизации Запада, Пегида, очень аккуратно, чтобы не попасть под жесткие немецкие законы, говорят все громче. Вчера на улице Кёльна вышли сторонники европейского образа жизни. Однако их было всего 150 против нескольких тысяч жителей Германии, которые выступили против них. Руководство Кёльнского собора жестко заявило, свет в окнах храма не упадет на разжигателей межконфессиональной вражды. Собор символически погрузился во мрак. Впрочем, двумя неделями раньше в немецком Дрездене Пегида собрала куда больше сторонников. Следует отметить, что в Дрездене приезжих меньше и антиисламские настроения там сильнее, чем в Берлине. Что касается немецкой столицы, то сегодня в Бундестаге канцлер Германии Ангела Меркель приравняла антиисламизм к антисемитизму. Антисемитизм – страшное слово для культурного немца. Жизнь евреев – это наша жизнь, это часть нашей культуры и идентичности. Дискриминации и астракизму нет места среди нас. Нас не разделят те, кто держит всех мусульман Германии под подозрением из-за исламского террора. Любой астракизм по отношению к мусульманам в Германии, любое подозрение вообще не имеет права на существование. В своей речи канцлер объяснила подобные настроения путаницей в головах у немцев, для которых Коран – это нечто чуждое, точно так же, как и для меня, добавила Ангела Меркель. В то время как Пегида требует защитить Европу от посторонних влияний, речь Меркель обращена на то, чтобы защитить Европу вообще в качестве светоча цивилизации. Той самой цивилизации, которая обещала покончить с ксенофобией и прочими естественными инстинктами человечества. Ведь люди склонны не любить тех, кто на них не похож. Но именно поэтому партия «Немецкая альтернатива», которая требует ограничить эмиграцию в страну, в последнее время очень уверенно тупает ногой. Даже партия, к которой принадлежит сама канцлер, ее родные христиан-демократы, тоже недовольна азартом, с которым Меркель вступилась за четырехмиллионную мусульманскую общину Германии. Ее обвиняют в небрежении к иудео-христианской традиции страны. Следующие выборы покажут, кто окажется сильнее. В христианской традиции заложена любовь к ближнему и все прощение. Но при этом, в свете недавних событий в Париже, все чаще раздается вопрос, сколько можно прощать. Мир начинает делиться по цивилизационному признаку, и мы еще не раз вернемся к этому вопросу.